Неделя 43 с 26 по 29 октября в студии Игорь Киселев. Здравствуйте. 24 октября 1929 года. Черный четверг. Начало мирового экономического кризиса 1929-1933 годов. Больше известный как Великая депрессия. В тот же день, на 1939 года, народные сборы Западной Украины провозгласили установление в край советской власти. 25 октября 1944 года. В военных действиях на Тихом океане впервые приняли участие летчики-смертники. Камикадзе. В тот же день, в 1955 году, впервые в продажу поступила микроволновая печь. Цена по тем временам близка к фантастике. 1200 долларов США. 23 октября 1956 года. Начало венгерского восстания. Сами венгры эти события называют революцией. В советской литературе и прессе было принято слово «пуч». К октябрю 1956 года в Венгрии произошли примерно те же процессы, что и в Советском Союзе. Был совершен отход от сталинской модели управления к более мягкому руководству. Но там ситуация была куда острее. Дело в том, что Венгрия воевала на стороне фашистской Германии и продолжала выплачивать репарации Советскому Союзу. Страна была экономически слабой. Индустриализация и коллективизация по советскому образцу провалились. Они не учитывали местные особенности. Движущей силой будущих событий стали студенты, которые 23 октября вышли на демонстрацию в Будапеште. Требований по сути два. Премьер-министром должен стать Имры Надь, то есть более мягкий руководитель. Советские войска должны покинуть территорию Венгрии. В этот момент кто-то из руководства страны произнес по радио речь, которая демонстрантов осуждала. Колонна повернула к дому радио, где и начались первые столкновения. Ночью с 23 на 24 октября представитель правительства Венгрии обращается к Советскому Союзу за помощью. Утром премьер-министр Андрош Хигеуш официально от правительства Венгрии отправляет письменное обращение. Советский особый корпус выдвинулся еще ночью. В Будапешт были введены около 6 тысяч военнослужащих советской армии, 290 танков, 120 БТР, 156 орудий. 25 октября в особый корпус дополнительно влились 3-я механизированная дивизия и 128-я мотострелковая. Тогда же, 25 октября, во время митинга у парламента в Венгрии, был сожжен первый советский танк и убит первый советский офицер. Войска открыли ответный огонь. Началось массовое кровопролитие. В Венгрии не дрогнули. Столкновения продолжались. И 30 октября Советский Союз был уже готов объявить о выводе войск. Была опубликована декларация правительства СССР об основах взаимоотношений с социалистическими странами. В декларации, переданной по радио вечером того же дня и опубликованной в печати 31 октября, в частности, говорилось. В целях обеспечения взаимной безопасности социалистических стран, советское правительство готово рассмотреть с другими социалистическими странами, участниками Варшавского договора, вопрос о советских войсках, находящихся на территории указанных выше стран. События в Венгрии оценивались в документе как справедливое и прогрессивное движение трудящихся, к которому примкнули и реакционные силы. Советское правительство, утверждалось в декларации, готово вступить в соответствующие переговоры с правительством Венгерской Народной Республики и другими участниками Варшавского договора по вопросу о пребывании советских войск на территории Венгрии. Но венграм не повезло. События в Будапеште совпали с советским кризисом. Рядом с Египтом высадился десант французов и англичан. Они не могли поддержать Будапешт. Американцы же объявили о политике невмешательства. Планы Кремля в результате этого поменялись быстро и радикально. Того же 31 октября Никита Хрущев заявил пересмотреть оценку, войска не выводить из Венгрии и Будапешта и проявить инициативу в наведении порядка в Венгрии. Если мы уйдем из Венгрии, это подбодрит американцев, англичан и французов, империалистов. Они поймут это как нашу слабость и будут наступать. На тот момент министр обороны СССР маршал Жуков тут же разрабатывает операцию «Вихрь». И уже 9 ноября проходят последние ожесточенные бои. В результате за подавление Будапешта маршал Жуков получает последнюю четвертую звезду героя Советского Союза. Потери советских войск составили 669 человек убитыми, 51 пропавшими без вестями и 1251 человек раненными. У венгров 3000 погибло, более 19000 ранено. Через 12 лет венгры совместно с советскими войсками приняли участие в подавлении подобного события «Прашка весны». 24 октября 1960 года. Еще один малоизвестный факт советской истории. Взрыв опытной межконтинентальной ракеты Р-16 на стартовом полигоне в Байконуре. Погибают главный маршал артиллерии и главком ракетных войск Митрофан Неделин, конструкторы, стартовый расчет, многие офицеры. По неподтвержденным данным, количество смертей 165 человек. В официальном сообщении будет сказано, что причиной трагедии была не ракетная, а авиакатастрофа. 26 октября 1977 года. Недалеко от нашей с вами Одессы. Советская спортсменка Эльвира Фомичева совершила самый длительный для женщин затяжной прыжок с парашютом, пролетев 14,5 тысяч метров. 27 октября 1984 года. Введена в действие Байкало-Амурская магистраль. 29 октября 1998 года. В США был запущен космический чиновник Discovery. Самым возрастным на тот момент астронавтом на Земле Джоном Гленном. Возраст 77 лет и 103 дня. А в Украине пришло время политической неразберихи. Если посмотреть на ситуацию невнимательно вскользь, то складывается впечатление, что все бегут в разные стороны, но с абсолютно одинаковыми лозунгами. Предлагаю в сегодняшней программе попытаться как-то оценить положение. Обычный стандартный анализ политической ситуации в Украине предполагает примерно следующий порядок оценки президента и его политическая сила, парламентские политические силы и остальные. Петр Порошенко, несмотря на палатки под Верховной Радой, чувствует себя достаточно уверенно. Да, безусловно, критика со всех сторон есть. Кроме того, можно констатировать и окончание медового месяца с европейским политическим олимпом. Тем не менее, мы должны отдавать себе отчет, что нет конфликта в исполнительной власти. Премьер-министр Владимир Гройсман постепенно действительно укрепляется, но пока далек от той формы, чтобы противостоять президенту. Президент и премьер находят общий язык и добиваются намеченных результатов, в том числе и при голосовании Верховной Раде. В парламенте по-прежнему сильна связка БПП-фронтезмин. Безусловно, есть бунтари, есть те, кто де-факто далек от генеральной линии. Но у Порошенко БПП-фронтезмин есть самая главная – исполнительная власть, которая консолидирована. И возможность собрать более 226 голосов практически при любом голосовании за любой закон. Остальные три парламентские силы, некогда единые нерушимые коалиции – это Блок Тимошенко, Самопомич и Радикалы Лешко. Выглядят в современном политическом рисунке примерно одинаково. Они изображают оппозицию к президенту, но при этом пытаются опираться на тот же электорат, что и пропрезидентские силы. То есть на тех, кто поддержал Майдан в 2013-2014 годах. Борьба между этими силами, между собой, пока по сути не ведется. Обострение произойдет только в момент выборов. Они примерно одинаковые для избирателей. И сегодня особо предложить какие-то новые постулаты не могут. Борьба с внешней агрессией, коррупцией – все у всех общего. При этом эти же политические силы периодически постоянно попадаются в ловушку с той же коррупцией за счет какого-то нерадивого своего сторонника. Надо признать, что их позиции, вот этих трех политических сил, несколько скованы. Дело вот в чем. При биполярной политике, которую мы наблюдали до 2013 года, когда страна была четко поделена на оранжевый и бело-голубой лагеря, стороны имели еще и идеологический рычаг критики, рычаг взаимоотношений со своим электоратом. Бело-голубые говорили об укреплении бизнеса и промышленности в частности, настаивая на том, что Российская Федерация – это стратегический партнер. Оранжевые же критиковали коррупцию белоголубых и предлагали своим сторонникам борьбу за европейский выбор. Сейчас с точки зрения европейского выбора бьют самопомощь и радикалы идут в келеваторе у президента. Ведь у Порошенко точно не отнять проевропейского выбора и его взглядов и отношений с европейскими политиками. Поэтому для них остается только критика коррупции. Но тут уж особо не разгонишься. Дело в том, что о коррупции говорят все, и это примерно одинаковая тема, которая сильно налипла на зубах. Тем не менее, констатируем, что внутри парламента на одном и том же электорате, то есть на электорате, который поддержал Майдан 2013-2014 годов, у президента сформировалась оппозиция. Апоблок, как основной антагонист сил победивших в 2014 году, теряет свои позиции. Стратегия ожидания, которая еще недавно приносила свои плоды, сейчас несколько дает сбой. По большому счету, апоблоковцы после 2014 года ничего не делали. Они просто давали возможность власти ошибаться. Надо признать, что власть ошибалась. И солидная парламентская критика Апоблока позволяла до некоторого времени сохранять свои позиции. Но электоральное поле надо постоянно мобилизировать. А вот с этой задачей с 2014 года Апоблок явно не справляется. В результате в Украине появляются проекты, которые претендуют на то, чтобы откусить часть того электората, который у Апоблока есть. В Одессе обращают на себя внимание рекламные плоскости политических проектов Рабиновича «Зажиття» и Таруты «Основа». Похоже, это и есть та самая конкуренция на электоральном поле Апоблока, которая готова его потеснить. Кстати, забавный факт. Если слово «основа» перевести на арабский, то это будет звучать как «Аль-Каида». А если на еврейском произнести «Зажиття», то услышим знакомое «Лыхаем». Таким образом, в Украине на выборах мы можем при случае увидеть борьбу «Лыхаем» против «Аль-Каиды». Теперь о непарламентских силах, о тех, кто под Верховной Радой. Можно ли назвать современный палаточный городок уличной партией? Не знаю. Решать вам, уважаемые телезрители, лично я бы не стал. Что у них есть? Прежде всего, это поддержка недовольных. Действительно, жизнь простого украинца становится тяжелее. Уже осенью принят ряд крайне непопулярных законов, которые еще больше утяжелят наше с вами существование. В этом случае вполне логично выглядит консолидация тех, чье терпение вот-вот лопнет. Но вопрос, что далее? Ряд парадоксов говорит о несистемности и пути в никуда этих ребят, которые сейчас в палатках под Верховной Радой. Требования более чем странные. А самое главное, что при лозунге о борьбе с коррупцией они сами по себе, вот эти вот требования, коррупционные. Дело в том, что палаточный городок требует у президента принять закон, ну, например, об антикоррупционных судах. Давайте вдумаемся. Президент относится к исполнительной ветви власти. Верховная Рада к законодательной. Они, Конституции, разделены. То есть президент по Конституции не имеет права влиять на Верховную Раду. Депутаты должны делать свой выбор. А вот тут ребята, которые при лозунгах о борьбе с коррупцией, по сути требуют у президента поступить коррупционно и повлиять на Верховную Раду. Подобные требования, естественно, должны быть обращены к депутатам. Но в палаточном городке часто и гости сами депутаты, но все же с критикой президента. Приходится констатировать, что современные уличные протесты – это не спонтанное выступление народа, не какая-то человеческая энергия, будь то положительная или отрицательная, а технология влияния на политику. Причем эту технологию отличает показушность, которая характерна при попытке продать результат заказчику. Поясню свою мысль. На прошедших выходных анонсирована акция по блокаде магазинов Рошен. Понятно, что эта акция направлена против президента. Но какое это имеет отношение к гражданину, человеку, а в конце концов к политике? Гражданин, если он идет на день рождения, торт купит. Ну, не в Рошен, в другом магазине, другого производителя. Но зато вот такую акцию, которая вроде бы ни на что не влияет, кроме как портит нервы президента, легко продать в средствах массовой информации. Ведь телевизионщики и фотографы получат картинку. Картинку увидят. Вот одно остается интересным. Думают ли протестующие о том, что увидят эту картинку не только их заказчиками. Пусть даже мы будем считать заказчиками тех людей, которые их поддерживают, поддерживают в протестах. Ведь эту же картинку увидят и в Евросоюзе, что делает нас в их глазах нестабильными и теми, с кем вряд ли стоит иметь дело. Увидят туристы, которые не поедут в Украину. Увидят телевизионщики той же Российской Федерации, которые получат пищу для очередной порции пропаганды. Тем не менее, давайте попробуем подвести черту и хоть как-то сформулировать политическую ситуацию в стране. Первое. Налицо политический не кризис, а раздрай. Состояние войны и тяжелой экономической ситуации это крайне тревожный и отрицательный фактор. Второе. Налицо несозидательная функция политиков на данном этапе. Напомню, выборы президента были в 2014 году, выборы парламента в 2015. Соответственно, до новых выборов тоже 2-3 года. То есть сейчас то самое время, когда можно отойти от старых выборов и еще не заниматься популизмом перед новыми. Сейчас стоило бы созидать. И вот этого самого созидания мы сейчас не видим. Политики попросту не дают это делать друг другу. Третье и, пожалуй, самое печальное. Простой гражданин чувствует именно экономические проблемы. Мы стали реально намного хуже жить. Мы элементарно можем меньше купить в месяц. А нам, что в парламенте, что на улицах, предлагают абсолютно высосанные из пальца политические лозунги и прожекты типа антикоррупционного суда. Именно в этом самая главная яма современной политики. Дело в том, что никто из современных политиков не занимается экономикой. Не предлагает нам с вами какие-то экономические рычаги улучшения нашей жизни. Заключение программы. На прошедших выходных по всей Украине состоялись выборы в новые объединенные громады. Программа записывается в понедельник. Результатов пока нет. Но, на мой взгляд, это очень важный шаг. И очень важно будет оценить, как проголосовали люди в областях, в тех населенных пунктах, которые объединились и которые выбирали местную власть. Вот прошедшую воскресенье. Надеюсь, информации будет достаточно. И мы обязательно об этом поговорим в следующей программе. А на этом я прощаюсь с вами. Встретимся в следующий понедельник. Но это уже будет другая неделя. С другим Киселевым. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!